ГОВНОПЛОЩАДКИ 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 Поэтому для удобства, для экономии времени и не заострения внимания на ложной информации, я говорил, что в мозгах реального, то есть вот сколько всего машина пробежала за всю свою жизнь, реального пробега не будет. И не тратьте время и деньги на ненужную электронную диагностику. Просто смотрите на состояние и на внешние признаки. Собственно, на этом меня решили подловить подборщики. Подборщики заявляют, внимание, говорить, что пробег 300 выглядит как пробег 300, это не объективно. И тут же тыкают носом, мол, вот, объективно это подключить диагностическое оборудование и найти пробег в блоках, в мозгах, потому что там он стопудово есть. Просто нужно быть хорошим подборщиком, иметь дорогое оборудование. В качестве примера они взяли машину, пробег которой, исходя из состояния, я оценил в 300+, то есть больше 300 тысяч километров. И нашли у нее в мозгах, внимание, 234 тысячи километров, после чего они долго-долго радовались. Ну, а потом начали объяснять, что мой метод ненаучен, вреден, опасен, и что я вообще городской сумасшедший с бурной фантазией. А цифры пробега, вот они, в мозгах, и нечего тут выдумывать. Но я не обиделся, потому что я понимаю проблему подборщиков. Они хорошие ребята, они реально крутые специалисты, просто они не могут подходить к машине с моей системой ценностей, иначе они просто никогда ничего не подберут. Потому что вторая заповедь, все смотан. К счастью, я не подборщик, и мне не нужно убеждать людей, что вот это, это 234 тысячи километров. Но поскольку это YouTube, и тут принято снимать всякие реакции на реакции на реакции, мы решили доказать, что если пробег сматывается, то в мозгах он не остается. И для этого мы смотали BMW, и повезли ее на диагностику тем самым подборщикам. Но, к сожалению, мы обломались. Но тут нужно сказать, что корректировка пробега на BMW требует двух вещей. Реально высокой специализации того, кто мотает, и полностью исправного автомобиля. Но у нас, понятное дело, не было ни того, ни другого. У машины были активные ошибки, квалификацию мотальщика можно определить как днище. Плюс для обновления пробега в блоках нужно было проехать хотя бы полтысячи километров. Мы же поехали после смотки сразу на диагностику, и результат, естественно, не заставил себя долго ждать. Пробег моментально всплыл, причем практически тот, с которого мы и сматывали. С горечью мы признали свое поражение и начали разбираться, почему, собственно, так вышло. Итак, первый фактор. Во время смотки была допущена куча ошибок. Я поясню, что корректировка пробега на BMW – это реальная эзотерика, требующая очень-очень много танцев с бубнами. Вплоть до того, что перед корректировкой нужно убедиться, что все стекла в машине закрыты в максимально верхнем положении. Представьте себе, это влияет на корректировку пробега. Второе. После корректировки нужно дать машине уснуть хотя бы на 40 минут. То есть в ней не должно быть никаких событий, ничего не должно возникать, даже кейлис не должен срабатывать. Этого не было сделано. Вначале мы даже обрадовались тому, как все здорово и быстро, таки, вау, классно, как быстро стали сматываться BMW. Но нет, они не стали быстро сматываться, просто это было неправильно, и потом это нам вышло боком. И третье, это самое важное. Если вы трете машину с активными ошибками, нужно стабилизировать напряжение. Это условие, естественно, тоже не было выполнено, потому что мы мотали на улице. Но самое главное, что нужно сделать, это проехать на машине довольно много после смотки, чтобы показания в блоках и ключах обновились. Ну, желательно, то есть вот все мотальщики рекомендуют, что для успокоения проехайте хотя бы тысяча две километра. Ну и, собственно, этим мы и занялись. Ну, как занялись? Мы забили нафиг и поехали в отпуск. Потом много всякого снимали. Короче, добрались до машины только вот сейчас, сейчас сентябрь. Ну, как видите, ее никто не продает после смотки. С тех пор она наездила каких-то там 3000 километров. И поэтому давайте теперь подключимся к мозгам. В общем, сейчас мы развлекаемся с игрулей, пытаемся осознать механику сматывания, потому что в мозгах BMW происходит всякая эзотерика. И мы пытаемся понять, собственно, что за цифры вытаскивает Explorer. Потому что подключаете Explorer, и действительно, довольно часто он вытаскивает некое число. И мы сейчас пытаемся разобрать, что это за число. Я напомню, мы смотали машину, и мы не сделали самую главную рекомендацию. Мы не проехали на машине, чтобы блоки обновились. Это первая очередная история, которую нужно было сделать. Мы этого сделать не смогли, у нас не было времени, нужно было снимать. Поэтому мы поехали сразу и подключили Explorer, и нас тут же подловили, собственно, вытащили прям тот самый пробег, с которого мы мотали. Сейчас прошло время, с машиной не делали ни хрена, но на ней просто ездили. Сейчас мы подключили компьютер, и сейчас она сканируется. И мне очень интересно, что за цифры там сейчас обнаружатся в мозгах. Можете посмотреть, это та самая машина, это тот самый умотанный убитый руль. Да, я, кстати, хочу комментарий по поводу руля. Все верно, адепты заветов авторевизора, вы совершенно правы, этот руль выглядит ужасно. Он не выглядит на тот пробег, с которого мы мотали машину. Но это локальная история, это руль 11-го года. Тогда на BMW, на F-ках, рули с подогревом, этот руль у нас с подогревом, действительно изнашивался неприлично быстро. Это прям вот буквально полтора года был какой-то косяк с материалами, рули меняли по гарантии. Поэтому, ну вот, все машины, то есть, ребята, когда мы говорим, что вот по рулю пробег не похож, мы не имеем в виду, что в абсолюте не похож, а что он не похож именно для конкретно этой модели и конкретно этой комплектации и конкретно этого года. Поэтому гадание по рулю, оно работает, но просто нужно понимать, что по разным маркам этот износ разный. Так, мы дочитались, и прекрасные новости. Короче, штука полезная. X-Polar крутая хрень, штука полезная. Но все, что он может спалить, это просто сам факт смотки пробега. Он вам не выдаст оригинальный пробег. Пожалуйста, смотрите, вот. Уже нет 200 тысяч. Максимум в моторе 157 уже пробег. И в блоке FRM, нет, это Model Control Unit, ФРМ3, ну это он, да, ФРМ3, туплю, 127. 200 тысяч нету. Все, что мы сделали, это просто ездили на машине. Блоки обновились, все, число ушло. Уже самый большой пробег 157. Зато теперь какой-нибудь подборщик придет такой. Ни хрена не знаем, глазами работать не умеем, ушами работать не умеем. Как должна выглядеть машина, мы понятия не имеем. Зато у нас есть крутой компьютер. Мы подключились. Опаньки, 157 тысяч. Какой я молодец, я крутой подборщик. Сфоткал, закинул, выстик, клево. Пройбался на 60 тысяч километров. На всякий случай хочу сразу обратить внимание. У нас эта игруля всего третий день. Хрен знает, что она умеет, мы еще особо не копали. И что я выяснил за три дня, самое главное, что вот эту вот штучку, вот эту вот диндонг этот, его можно стирать. Я зашел, столько денег за тебя отдавал. Никаких 214 тысяч километров, с которых сматывали эту машину, здесь нет. Так же, как и нет ошибок вообще с пробегом 200, как это было, когда мы первый раз заехали на диагностику. Самая большая цифра в мозгах теперь в блоке управления двигателем, и это всего 157 тысяч километров. Пройбалась 60 тысяч километров. Вот она объективность подборщика. Причем, заметьте, пробег в модуле FRM не меняется, и со временем он вообще затрется наезженным заново пробегом, и тогда даже и следа не будет, что пробег мотали. Ну а чтобы окончательно убрать пробег из пятерки, нужно доехать до балбесов, которые это делали, просто снять два блока, в которых остался пробег, ну и по старинке перепрограммировать их. Так что, ребята, мотается все, и если мотали хорошо, реального пробега в мозгах не останется. Разбиваем ваши воздушные замки. Сажевые фильтры, показания из них трутся. Пробеги в ключах, пробег в них перезаписывается, это не главенствующий дубль. Вы просто проезжаете с каждым ключом после смотки, пробег обновляется, все, в ключах тоже будет тот же пробег, что и в машине, новый перезапишется, смотанный. Моточасы на паршаках трутся. И Rain Response на Land Rover трется, естественно, и те, кто мотает, не такие вот прям совсем деревянные. Они вам все эти часы, в каком режиме, сколько машина использовалась, все вам подделают, как нужно будет. Все будет ровненько сходиться. Ассист плюс на Mercedes, естественно, он трется, естественно, туда заносится новой ТОшке. Сервисная история на BMW, замена колодок, замена масел, прочее обслуживание. В BMW вообще можно залить любую историю. Потому что третья заповедь. Показания пробега в мозгах нужны для того, чтобы хранить в них конфиденциальную информацию, которую легко забыть. Наш многострадальный подопытный 35D. На нем мы показываем всякое. Ну и вот, в частности, как легко, красиво и непринужденно в мозги BMW заливается абсолютно любая история обслуживания. Итак, идем сюда. Тинк. Смотрим состояние. ТОшечки. История обслуживания. Пау! Что у нас здесь? Итак, ну что, тест на эрудицию наших подписчиков. Ребята, пишите в комментарии, что это за даты. Мы ждем правильного ответа. И, кстати, вот смотрите, вот это прям пасхалочка. Кто помнит? Кто помнит? Причем, смотрите, в 2015 меньше, чем в 85-м. Почему? Пасхалочка. Как тебе такое, Эммит Браун? Очередной большой привет всем тем, кто определяет пробеги по количеству смены масел и смены колодок. Если что-то нельзя смотать через ОБД, то все, что это означает, что нужно просто маленько подразобрать машину. То есть вынуть блоки и... Либо снять приборку, вскрыть ее и перепрограммировать. Что, какие еще там легенды про пробег? Не трется белая приборка на поло. Еще как трется, поищите на YouTube, вы офигеете. Самое главное заблуждение. DSG не мотается. Мотается. Просто для этого нужны мозги коробки, а для этого ее нужно снять. То есть, ну, просто смотка становится на 10-15 тысяч рублей дороже и, ну, на день дольше. Я надеюсь, что все помнят. Недавно мы нашли пробег на Bentley в восьмиступке от ZF. На BMW, Range Rover, Audi, она трется на раз. В Bentley почему-то остался пробег. Но, понятное дело, это из-за того, что к старинному, древнему мотору пристыковали суперсовременную коробку и мозги получились организованы довольно нестандартно. Поэтому, чтобы убрать пробег в коробке, нужно ее снимать. Но машину продавали за 8 миллионов. Там уже лишних 15 тысяч на эту операцию, конечно, не было. Поэтому, если кто-то заявляет, что смотать пробег нельзя, это означает, что либо он ленивый, либо он жадный. Ты прав, блин. Конечно, это же сценарий ты написал. А еще, кстати, мало кто знает, но в Mitsubishi тоже довольно тяжело трется пробег. Для этого тоже нужно снимать мозги. Но, впрочем, у нас канал про автомобили. Самым сложным по корректировке считается Mercedes. Но и там удалось обмануть электронику. Для этого ставится эмулятор. То есть, пробег в мозгах, ну, типа, остается. Но при подключении сканера из блоков приходят только те данные, которые нужны. Вот яркий пример. Gelec 15-го модельного года. Это уже хорошая современная электроника мерседесовская, тяжелая для смотки. И вот, смотрите, сматывается до нуля. Просто тупо до нуля. Такие цифры видели только испытатели мерседесовские, либо те, кто забирает машины с конвейеров. Но самый сложный, это, конечно, 222-й. Там нужно в прямом смысле выпаивать половину монитора. Это довольно дорого. Звучит, на самом деле, сложно и очень замороченно для 2019-го года. Не находите ли? И потом, вот, дилерские истории. Сейчас машины онлайн обмениваются данными с сервером производителя. Но их ведь точно не смотаешь? Ты прав. Их не смотаешь. Но их и не сматывают. Итак, сейчас мы покажем вам, откуда берутся укатанные в хлам премиальные машины с кристально чистой сервисной историей, с полной и честной историей обслуживания и 100% не смотанным маленьким пробегом. Прикол в том, что пробег на этих машинах просто не наматывают. 222-й. Смотать пробег или нельзя, или очень дорого. Что мы делаем? Мы просто его не наматываем. Наги! Глазами водителя. Вот реальная наша скорость. Блин! Сейчас мы едем со скоростью 71 км в час. Стрелка спидометра стоит на нуле. Одометр не крутится. И машина считает, что мы не движемся. То есть мы едем, но пробег, как вы понимаете, не наматывается. Меня переполняют чувства. Я хочу... Это очень-очень важный для меня момент. Я хочу сказать спасибо киноакадемии за то, что они номинировали мой фильм. Я хочу сказать спасибо маме, папе. Я хочу сказать спасибо всем, кто ищет пробег в мозгах. Огромный пламенный привет всем, кто ищет пробег в мозгах. Всем, кто ищет пробег в ошибках, хочу сказать спасибо. И особенное, отдельное спасибо всем тем, кто проверяет автомобили по базам данным, сверяет пробеги по базам данным, сверяет пробеги на ТОшках у официального дилера. Всем вам большой привет от нашей стоящей на нуле стрелки. И смотрите, цифры. Мы уже километров 10 проехали, а цифры что-то не меняются. Вот ведь чудо-рась чудесная. Эта хитроумная история называется стоп-фильтр или стоп-пробег. Крошечная микросхема, которая подключается без какого-либо следа и вмешательства в электронику. Никакого специнструмента, я понимаю, что это 222-й, никакого специнструмента, только аккуратность. То есть прям минимальное усилие и очень мягенько она приподнимается. Тянем слегка на себя, потому что там вот такие вот клипсы. Поднимаем вот эту штучку. Это просто шумка. Итак, смотрите, здесь три болта, которые крепят приборку. Соответственно, если их крутили, вот они. Ну, можете разворачиваться, уходить. Вас на***ли. Открутили три болтика. Вот, раз, два, три. Теперь главное не потерять. Ну и, собственно, теперь происходит волшебство. Она тоже с легким усилием отходит. И вот она, наша приборочка. Здесь нет никаких врезок, никаких провода, не дербанили. Ничего. Здесь все осталось по штату. Ни единого следа. Единственный след вторжения это вот на приборке. Ах, высота, смотрите, плотненькая. И смотрите, ни одной царапинки. При том, что это делал король рукожопов, то есть я. Смотрите, кайф. А дальше нажатием кнопки у вас пробег либо останавливается, либо крутится половина, либо треть. Минус, соответственно, перестает крутиться, плюс начинает крутиться. Смотрите. Оп. Зажали, появился плюс. Появилась стрелочка вправо. А на стрелочке мне даже подсказывает больше-меньше. Причем, смотрите, вот здесь мы специально вам показали, вот так работает довольно допотопный стоп-фильтр. То есть стрелка спидометра замирает в зависимости от выбранного режима. Мы специально вот показали дурацкий стоп-фильтр, старый, чтобы наглядно вам показать, как это работает. Свежие модели стоп-фильтров, они уже умеют оживлять стрелку спидометра. И, разумеется, они умеют останавливать моточасы. То есть вообще никакой индикации. То есть полностью невидимая хрень. И, что самое главное, эта хрень существует уже 5 лет где-то. Используется автопарками и всякими хитрецами, которые берут машины в лизинг или точно знают, что через 2 года будут продавать ее с огромным пробегом. И эта штука невидимая ни для дилера, ни для диагностики. А главное, ничего не нужно разбирать, снимать, мотать, перешивать, перепаивать. То есть пробег не родной, а следов никаких. Но чтобы вы окончательно перестали смотреть на одометр, вот вам последняя фишка. Ее используют автопарки для фиктивной амортизации. Это накручивание пробега. То есть нажимаем кнопку на брелке, и пробег побежал наматываться. 53, 54, это общий километраж пошел, наматывается. Так, вы наверняка слышали про эту штуку от какого-нибудь продавца или от водил. Но продавцы и водилы часто звездят. И суперпростой способ узнать, что вам суд в уши, если продавец заявляет, что пробег на машине накручивали, нужно просто попросить его показать кнопку. Уверяю, все умники на этом этапе отваливаются. Мы доказали и показали. Цифры на одометре вообще ничего не означают. Они могут быть какими угодно, не иметь ничего общего с реальным пробегом. И вы никак не докажете факт смотки или же реальный пробег. Поэтому, люди, начинаем смотреть на состояние. Причем, эй, на состояние не только руля и педалей. Нас постоянно этим стебут. Но у нас нет ни одной машины на канале, ни одного ролика на канале, в котором бы мы машину оценивали только по рулю и педалям. Мы всегда устраиваем машине такое зондирование, что отбор в программу Premium Selection просто обзавидовался бы. У нас там не 111 пунктов, а у нас просто миллиард пунктов проверки. Мы оцениваем всю машину просто целиком. Кузов, салон, днище, подвеска, резина, тормоза, двигатель, коробку, пуск, выпуск, привода. Короче, учитываем даже в каком регионе она эксплуатировалась и по костным признакам прикидываем режим эксплуатации. Будь то там, я не знаю, песчаный карьер или ледяные льды. И только после этого мы даем заключение и прикидываем только пробег. И также проверять призываем и вас. Ну и в конце немного в защиту подборщиков, потому что среди этих ребят, естественно, есть очень много суперкрутых профессионалов. Кое в чем подборщики правы. Какие-то цифры в мозгах в последнее время стали оставаться довольно часто. Вот прям последний год это какая-то катастрофа. Я не знаю в чем прикол. То ли мотальщики стали тупыми, то ли методы мотания стали какими-то очень кривыми, то ли решения стали каким-то оборудованием, которым мотают стало очень китайским, то ли косячат просто постоянно, потому что лавинообразный спрос на смотку и просто люди без сна и отдыха мотают, мотают, мотают и поэтому косячат. Но в общем факт остается фактом. Какие-то цифры, отличающиеся от показаний одометра на щите приборов, стали оставаться в мозгах в самых тупых местах довольно часто. Мы не так давно с Андрюхой на канале Автору совершили рейд по смотанным тачкам. Посмотрите, как это выглядит, посмотрите, как это находится в мозгах. Ну и вообще подписывайтесь на их канал. Ссылочка на канал Автору в описании. Подписывайтесь, там же гусь. Главное помните, что если во время диагностики вы нашли пробег в блок, это еще не значит, что вы нашли истинный пробег. Поэтому гораздо лучше воспользоваться глазами и ушами, потому что это быстро, бесплатно и точно не даст вас обмануть, ведь все, что для этого нужно, это просто знать, как выглядит настоящий пробег. И, кстати, мы уже показывали, как выглядит огромный пробег на S-классе, на Туарене, на X5 и даже, прости господи, на Тойоте Кабри. Обязательно посмотрите эти ролики, потому что по машинам ну ни за что не скажут, что у них огромный пробег. И это правда выглядит прям очень впечатляюще, поэтому пишите в комментариях, если эта рубрика вам нужна, потому что что-то мы в последнее время на нее подзабили. Ну и странное обращение, если собираетесь мотать или уже смотали, или вы знаете что-то про то, как мотается, в общем, приезжайте к нам, нам интересно поглядеть на это все, собрать статистику, ну или просто посмотреть, что нужно на каких-то машинах разбирать, потому что учиться никогда не поздно. И еще мы надеемся, что после этого ролика никто не будет смотреть на показания одометра, и продавцы... и конец перестанут мотать. Ну потому что, ну а какой в этом смысл, все равно там нацепим, может быть, все что угодно, но так не сработает. Да нет, скорее всего. В общем, ладно, пишите в комментариях, что вы думаете по всему этому поводу. Ну и до скорых встреч, пока-пока. Там, кстати, еще колокольчик и подписываться можно. Тоже сделайте, пожалуйста, очень выручаю. Нам до сотки осталось прям... Чуть-чуть, и мы не все, и мы сразу залетаем в тренды, и начинаем всех просто люто разматывать. Пока попал. Субтитры сделал DimaTorzok